Книга пророка Наума. Пророчество о Ниневе. Книга видений Наума и Алкосиянина. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. Вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он море, и оно высыхает. И все реки иссякают. Вянет васан и кормил, и блекнет свет на Ливане. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его. И вселенная, и все живущее в ней. Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь. Скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствия уже не повторится. Ибо сплетшие между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь. Хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, боли не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо Его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А тебе, Сур, Господь определил. Не будет боли и семени с твоим именем, из дома Бога твоего. Истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот, на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои. Ибо не будет боли проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Наум, глава вторая. Поднимается на тебя разрушитель. Сохраняй, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресло, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Якова, как величие Израиля, потому что опустошители их опустошили, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен. Войны его в одеждах багряных огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою. И лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня. Сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но не спотыкается на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено. Она будет обнажена и отведена в плен. И рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Неневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою. А они бегут. Стойте, стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасом всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце. Колени трясутся. У всех в шреслах сильная боль. И лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их. Лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои, логовища свои похищенным. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю из земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. Наум. Глава третья. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопания бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов нет конца трупам, спотыкаются от трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности и искусственных чародеяний, которые блудодеяниями своими продают народы и чарованиями своими племена. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет, разорено невеве, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя. Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окруженного водой, у которого вал было море, и море служило стеной его. Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе. Но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жеребий. И все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настишь отворяются ворота земли твоей. Огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады. Укрепляй крепости твои. Пойди в грязь. Топщи глину и исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь. Посещет тебя меч. Поест тебя, как гусеница. Хотя бы ты умножился, как гусеница. Умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча. И военачальники твои, как рой мошек. Которые во время холода гнездятся в щелях стен. И когда взойдет солнце, то разлетаются. И не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский. Покоятся вельможи твои. Народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет вращества для раны твоей. Болезненная язва твоя. Все, услышавшие весь о тебе, будут рукоплескать о тебе. Ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Продолжение следует...